Уже почти доделываем свою мастерскую, точнее помещение своей мастерской Осталось только по штукатуре стены и залить пол бетоном И можно сюда выставлять станки Я думаю в ближайшее время мы это сделаем и начнем снимать обзоры своих самодельных станков А вот это второй токарный станок В отличии от первого он конечно немножко проще Но зато он многофункциональный Я перевез его в первую очередь Осталось его собрать Ну тут сейчас наверное пока он не соберется на пальцах показывать что он может Что с него делать как бы бессмысленно Значит есть смысл собрать и показать Так вместе с этим станком я как бы привез вот такие вот интересные вещи Смотрелся очень аккуратно Это все очень острое И тяжелое Да и тяжелое Собственно говоря Я сам еще толком не пойму для чего это Но дедушка пояснит Ну понятно что вот это вот фреза для сращивания дерева Так это Дай-ка посмотрим Вот она Красавица Если этого помещения Скажем будет недостаточно Так и Если что Артем Давай наверх полезли Давай Наверху у нас есть грудь Ой да наверху Изначально Мансарда предполагалась как продолжение столярной мастерской Как логическое продолжение столярной мастерской А именно и хранение заготовок Пока мы ее будем использовать В других целях Так что у нас Здесь есть как бы Мини спортзальчик Потихонечку я сюда подвожу Лего конструктор Расставимся здесь В общем будет такая студия Ну ты хоть покажи свой сильный удар Коронный А самый сильный? Угу Сейчас покажу Вот это мой самый сильный удар Против груши И еще один Есть сильный Все пойдем Пойдем посмотрим Это у нас крыша Ну да Это получается над мастерской Так здесь у нас Тоже Давайте посмотрим Артем Пчелки Летают Да Пчелки Вот Вот их я тут Тут точно где-то Так Пчелки Вот это наша Банька Да Вон парник Там подсобное помещение Что интересно у нас Пчелки У нас в фронтонах Уже Давно летают Вот Сейчас Ага Сейчас вечер Так они уже не так активно Вот можно видеть Вот Как мы задумали сон На улях Эта фишка у нас Уже есть Да Вот Вот